Продолжение следует... 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 ! Спасибо! 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 ! Спасибо! ! Спасибо! ! 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 Мухаммад, как жажду я встречи с тобою в прекрасных мирах! Мухаммад, мухаммад, Субтитры делал DimaTorzok Нужно ежегодно праздник, честь и хвала нашему Саиду Афанди из Черкави. Пусть этот праздник в этой школе всегда останется доброй традицией. Пусть она никогда не заканчивается, пока мы здесь, пока школа существует. Я хочу, чтобы этот праздник, этот наш гордый праздник продолжался на всю нашу жизнь и наше поколение. Всем организаторам, всем посетителям этого маджлица и всем тем, кто хотел прийти, но не получилось прийти, не успел прийти по каким-то другим причинам, хочу пожелать, чтобы они в будущем посвящали это дело доброго здоровья и всех благ. Чтобы мы, присутствующие здесь, и не только присутствующие, но и весь Дагестан, и весь мир, был отдален от таких событий, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке. Не дай Аллах, чтобы нам и нашим детям переносить такое. И хочу пожелать и помолиться за всех тех мучеников Палестины и пожелать оставшимся ближайшего наступления там мира и благополучия. Всем огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Однажды супруга пророка, мир ему и благословение, Аиша, да будет доволен ею Аллах, привела служанку. И в это время спустился Джибриль, мир ему, и сказал пророку, мир ему и благословение. О Мухаммад, саля Аллаху алей вассалям, вывели эту служанку из своего дома. Поистине она обладатель ада. Аиша, да будет доволен ею Аллах, отпустила ее и дала ей немного фиников. Женщина ушла. И по пути, съев половину финика, остальное отдала одному бедняку. Смотрите, смотрите, нашла команда. Тогда снова снизошел Джибриль, мир ему, и сказал. О Мухаммад, саля Аллаху алей вассалям, Всевышний Аллах повелевал вернуть эту служанку домой. Как говорил посланник Мухаммад, саля Аллаху алей вассалям, хотя бы, даже половинка финика, защитите себя от ада, защитите от мучений. Следуя этому завету нашего пророка Мухаммада, саля Аллаху алей вассалям, будем стараться отдавать для нашего ахирата, и наши сада станут пищей в последней жизни и средством к спасению. Как счастлив тот, кто способен осознать это и отдавать, дарить ради Аллаха, заслуживая тем самым воздаяние. Да воздастся вам Всевышним за все ваши садаха и милостыни. Аминь. Добрый день, дорогие друзья. Рад всех приветствовать сегодняшнее наше мероприятие. Хотелось бы выразить огромную благодарность, первую очередь, организации этого мероприятия за то, что именно сегодняшнее мероприятие выбрали тему связанной с Саидом Фанди. Он на самом деле оставил хороший нрав, хорошее поведение для подрастаившего поколения, чтобы мы всю жизнь брали пример с него. Поэтому то, что вы проводите такое мероприятие, я считаю, на самом деле, очень правильным. Говорят, что однажды одна семья решила отправить своего маленького мальчика в школу. И они не знали, как подобрать хорошую школу. Эту эстафету, говорит, они передали, говорит, самому старшему, говорит, дедушке этого мальчика. И попросили, говорит, чтобы они выбрали хорошую школу. Этот старец, говорит, заходил в школу, говорит, выбирал любую школу. Ждал, говорит, во дворе, говорит, пока зазвенит звонок, говорит, чтобы переговорить с учениками. Когда на перемене он подходил к ученикам этой школы, ученики над ним смеялись и говорили, что посмотрите на этого старца, какая у него одежда порванная для чего он к нам в школу пришел и он про себя подумал, в эту школу нельзя отдавать своего внука и менял другую школу так он 3-4 школы поменял потом в конце зашел в одну маленькую школу дворик тоже был маленький подождал, пока зазвенит звонок и после этого ученики подошли к этому старцу и сказали вам чем-нибудь помочь надо, для чего вы пришли давайте мы вам поможем один ученик побежал в школу, пригласил учителя и сказал, что к нам во двор подошел старец давайте подойдем к нему и поможем ему, что ему нужно и этот старец сказал учителю я хочу отдать своего внука именно в эту школу и пошел домой, он своим детям сказал, что я подобрал для своего внука самую лучшую школу и родители сказали, а как ты узнал, что это хорошая школа? и он сказал, что в этой школе были хорошие ученики если хорошие ученики, значит и хорошие учителя если хорошие учителя, значит и хорошая школа давайте мы с нашего внука отдадим в эту школу и этим мне хочется сказать, что показав свой красивый нрав ученики вот от этого и стала эта школа хорошая вы посмотрите, даже не только в религии на что нрава говорится в федеральном законе об образовании в статье 2 говорится, что образование это целенаправленный процесс воспитания и обучения не обучение и воспитание а воспитание и обучение даже федеральный закон ставит приоритет воспитания поэтому мне хочется, чтобы все учителя в основном зависит от и учителей чтобы вы показали красивый нрав и обучили своих учеников красивому нраву а также мне хочется под конец сказать, что по статистике вот год за годом выпускники школ, они очень слабые хочется, чтобы упор чуть преподаватели сделали чтобы заставляли детей, чтобы они учились для индикатора ваши дети хорошо учатся или нет школьники, ученики имеют в виду по статистике учеными доказано, что в мозг человека помещается 4,7 миллиардов книг и вы задайте детям и себе вопрос сколько книг ваши ученики знают и вы поймете, насколько они учатся всем вам здоровья дальнейших успехов, спасибо что они учатся и выясняют что они учатся и выясняют что они учатся и выясняют По чьей просьбе пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, выдал свою дочь Фатиму замуж за Али? Правильно. Добавил на аккер подорок, что за михаа, уму салли Аллаху алейхи вассалям, Фатиму алейхи вассалям, Аллахасасан вахху кибачун, Амру кибачун. Болуче. Ханчин да той геопараз. Догоан аккасаму алу беже бачку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Торзок Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Тorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торзок Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Продолжение следует...